Пока я очки одеваю, во-первых, огромный вам привет из Сибири, и для меня большая честь выступать в этом зале, и особенно в сегодняшний день, сегодня у нас же праздник, День Николая Чудотворца, да? Да, искусственно, мы так и назначили. А вы еще даже не знаете, как у вас совпадение такое произошло, сейчас я по ходу доклада скажу, я посчитал. Поэтика воспоминаний Сергея Тимофеевича Аксакова. Начнем сразу с цитаты, потому что я все с возрастом и со временем думаю, что Аксаков это писатель, которого просто необходимо цитировать. Пояснять его текст очень сложно, хотя я это пытаюсь сделать. Семейная хроника начинается с такого предложения. Тесно стало моему дедушке жить в родовой отчизне своей. Так начинает Аксаков семейную хронику, представляя эпическую картину переезда помещика с семьей и со всеми его крепостными, и вселения в новые земли. Так вот, тема освобождения из определенной тесноты приобретает особый, знаковый смысл духовного взросления героев и в семейной хронике, и в детских годах Багрового внука, о чем говорила, то есть дорога, о чем говорила Борисова. И в этом случае, то есть ключевое событие в жизни. Рассматривая стиль прозы Сергея Тимофеевича Аксакова, мы столкнулись с очень необычным явлением рождения произведений. Они есть результат устных рассказов, как вы знаете, конечно, писателя, то есть постоянного движения, постоянного нарабатывания, устного нарабатывания материала. Именно в этом случае Кожанов имел честь назвать его «Наш Гомер». И появляется как бы определенный стиль. К такой творческой работе наиболее подходит сформулированное Юрием Ивановичем Минераловым определение. Я повторю Галину Юрьевну, все-таки, то есть определение Минералова. Личный стиль воплощает особый ход мысли, присущий данному автору. Особый ход, опять же, движения художественных ассоциаций ему присущий. Минералов говорит о процессуальных категориях. И развивая высказывания Гомбольта о том, что стиль является лишь отражением картины внутреннего развития мысли. Это отражение взаимодействия частей внутри целого. Цитата. Взаимодействие частей внутри целого. Нам известно, конечно, что воспоминания, вам известно, являются прежде всего автобиографическим документом. Все участники событий носят подлинные имена. Я хочу указать на некоторые особые поэтические элементы в этом произведении, которые я выявил. В общем-то, все равно вы их можете прочитать и у Аксакова, а то, что, как я их комментирую, можете прочитать вот в прекрасной этой книге. Хотя я здесь полностью сменил, доклад у меня вообще другой получился. Не так, как там статья. То есть маленького Сережу Аксакова привозят в Казань, в гимназию поступать. Далее он становится первым студентом Казанского университета. Поступление в гимназию воспринимается ребенком как заточение, теснота, заточение. То, что он чувствует, ярко изображено Аксаковым. Цитата. «Огромное белое здание гимназии показалось мне страшным очарованным замком, тюрьмою, где я буду колодником. Как все казалось мне противно. Но всего более приводили меня в отчаяние товарищи. Все они были здоровы, довольны собой и нестерпимо веселы». Вообще белое здание и тюрьма – это совершенно разные вещи. Здесь он незаметно, как всегда для Аксакова, очень тактично и гармонично, то есть соразмерно и сообразно, вот это пушкинское понятие, подводит нас, что все-таки белое здание, ну для него в данный момент это замок, тюрьма. Слова «нестерпимо веселы» точно передают детское отчаяние. На 50 страницах первой главы воспоминаний 27 раз встречается слово «сердце». Мысль болезненно сжала мое сердце, сердце у меня оторвалось, материнское сердце, преисполнено мое сердце, страшное биение сердца и так далее. Повтор деталей делает ее семантически значимой, создает предпосылки для образного сгущения мысли. Иногда автор ведет повествование неожиданно от третьего лица, будто пробует оставить героя одного. «Дохнуло ее весны, дыхание и потрясло нервы мальчика». Появляется это предложение неожиданно. Болезненное стеснение состояния героя вызывает ощущение сна, как естественные защиты сознания. Сон встречается опять же в первой главе повсеместно. «Во сне, сладкие сны, вижу сон, чтобы грезить наяву сладкими снами» и так далее. «С живостью и яркостью ночных сновидений» из текста. Эмоциональные переживания заканчиваются подробным описанием болезни, возникающей в результате нервного срыва. Приходит неожиданное освобождение. За маленьким Сережей Аксаковым приезжает из деревни карета, чтобы забрать ее. Обратите внимание, как описана карета. То есть Аксаков пишет, что за ним приехал шестерик, ударение правильно ставлю, шестерик лошадей. Шестерик лошадей, подчеркивая важность, запряженный в тяжелую деревенскую карету. Он готов увезти Сережу. Подчеркивая важность события, звучит точное число отъезда. «19 мая. Указывается, словно для придания большей уверенности герою, что лошади могли делать по 90 верст в день». Я перед отъездом посчитал. Оказывается, отказание до Аксакова у Фу туда доехать по 90 верст в день. Как раз они бы сегодня приехали, 22 мая. Я почему говорю, что еще одно интересное совпадение. Я не по Нилинису посчитал. Цитата великолепная. Описание лошадей. Крупные, четырехвершковые, сильные до невероятности, рейсистые, незадушливые на бегу, не знавшие усталости. И замечает автор. Я поздоровался также со всеми лошадьми. День отъезда автора величает настоящим днем. В общем-то, он продолжает целый год жить в деревне. И интересно описание своего... Он описывает бред, который случается с ним, когда он живет уже в своем родовом поместье. Это просто символическое описание. Иногда я вдруг вскакивал на ноги. Это в родовом-то своем поместье, когда его освободили из гимназии. Вскакивал на ноги с пронзительным криком. Дико глядел во все глаза и беспрестанно повторял. «Пустите меня! Дальше! Прочь!» «Мне нельзя! Не могу! Где он? Куда идти?» Все это через апятую. И тому подобные отрывистые, ничего не объясняющие слова. Я бросался к двери, к окну или в углы комнаты. Старался пробиться куда-то, стуча руками и ногами. Полное выздоровление завершается описанием деревенских гуляний и плясок. Будто это проводы мальчика из родного дома. Неожиданно меняется мировосприятие героя. Цитата. «Я уже не находил в себе прежней беззаботности. Чувство, не испытанное мною до тех пор особого рода грусти, стало примешиваться ко всем моим любимым занятиям, ко всем забавам». Отъезд Сережи. Интересно, Аксаков пишет. Показывает его настроение. «Состояние через природные явления. Зима стояла долгая и упорная. Весна медленно вступала в свои права». Он уже хочет уехать. Но еще об этом не знает. «И вдруг неожиданно. Торопливо исчезли в короткое время все признаки зимы. Отъезд Сережи из родного поместья после года пребывания снова в гимназию почти зеркален его предыдущему отъезду из Казани. Снова подчеркивая значимость момента, приводится строгая точность числа отъезда. «Наконец, 26 июля, та же просторная карета, но уже просторная, а не тяжелая, та же просторная карета, запряженная тем же шестериком, с тем же кучером, стояла у крыльца, та же толпа дворовых, и крестьян собралась провожать господ». Когда он описывает, что он возвращается в деревню, он практически называет всех, кто его встречает. Всех. А здесь просто та же толпа дворовых. То есть он уже... Да, дворовых, извините, да, дворовых. То есть он уже уезжает. Интересное возвращение в Казань. Сережа внимательно присматривается к ученикам и учителям. «Товарищи мои были совсем другие мальчики, чем прежде. Или я сделался другим? И спокойно замечает, что время потекло правильно и приятно». Ну, какой бы еще пример интересный привести. Там, наверное, уже время подходит к концу. Неожиданно завершается вот это описание. «А, следующий раз на вакацию. За мной давно уже приехала простая кибитка и тройка лошадей». То есть уже не шестерик, а тройка, когда в следующий раз его забирают в деревню. Смотрите, как он играет на количестве лошадей даже. И даже на значении. То тяжелая карета, а здесь кибитка. То просторная карета, а здесь все-таки кибитка. Интересно описывает. «По приезде моем я нашел всех учеников в сборе». То есть в состоянии порядка. Аксаков не упускает ни одной мельчайшей детали жизни гимназии. На первый план выходит описание быта студентов. Глава университет завершает воспоминания. Сережа радостно самозабвенно переживает свое студенчество. Он уже не говорит, что его привозят в родные места, а выражается совсем по-другому. Немного отстраненно. Часто употребляя гордо звучащее местоимение «я». Или говорит уже совсем по-хозяйски. «Мое». Аксаков передает возраст своего героя характерным словом «храпеть». И вот перед нами уже взрослый юноша. Наконец, заметив, что я перестал храпеть, мать тихо сказала моему отцу, «надобно рассказать обо всем Сереже, ведь он ничего не знает». Так, ну я заканчиваю. Аксаков показывает, как тускнеют для Сережи родные места, становятся дружнее и откровеннее, и тише родителей. О своих литературных опытах Аксаков замечает скользь. Грустно, как-то с эхом повествует о чувстве первой любви. Гордо о своем таланте чтеца. Почти с коротговоркой говорит о театре. И особенно живо рассказывает о своем увлечении собиранием бабочек, их освобождением из хризолиды, золотистого цвета куколки, как из родового поместья, из которого он, в общем-то, смог сам освободиться. Вот этот весь символизм, вот эта вся поэтика, причем оно сделано ненавязчиво, очень гармонично подано, как меняются времена года, как идет дождь, как светит солнце сегодня в Москве. Спасибо. До свидания. Спасибо.